Добрый день, я Алексей Романов, рад вас приветствовать у себя на канале. Вполне возможно, прямо сейчас мы с вами присутствуем при некоем очень серьезном переломе. Вполне возможно, что в ближайшие дни, а может быть даже в ближайшие часы, в войне с Украиной произойдут какие-то серьезные события. Мне представляется, что с равной вероятностью в ближайший день-два может быть подписан некий документ, который начнет эпоху перемирия, либо, напротив, война резко, скачкообразно перейдет в новую фазу со штурмами городов и без попыток сохранять мирное население. Прямо сейчас, по всей видимости, этот вопрос решается. Но прежде чем мы перейдем к подробностям, я попробую обосновать эти свои выводы. Хочу напомнить, необходимо подписаться, если вы не подписаны здесь, на канале на ютубе. Вы знаете, как это делать, и на всякий пожарный. Давайте подпишемся еще на мой канал в Телеграме. Делается это очень просто. Два способа. Способ номер один. Если вы смотрите с компьютера, то вы прямо сейчас наводите на этот QR-код свой телефон, и вы попадаете в подписку на мой Телеграм-канал. Ну, либо, если вы смотрите с телефона, то ссылочка на Телеграм-канал в описании. Итак, перелом, который, кажется, может вот-вот иметь место. Итак, мы находимся с вами на пороге больших событий. Или перемирие в Украине, или резкое скачкообразное ожесточение этой войны. Переход ее в новую фазу. И вот из каких фактов складывается в моей голове такая картина. Вот смотрите, вчера, да и позавчера уже как минимум пару дней, из офиса президента Украины нам сообщают о том, что Москва уже гораздо более адекватно смотрит на конфликт. То есть, по сути, нам сообщают, что с Москвой, кажется, уже можно договариваться. В свою очередь, Россия сообщает, что она уже всерьез размышляет, а может быть даже готовится для того, чтобы в какую-то значимую форму облечь это возможное соглашение. Ну, например, говорится о том, что это может быть сделано в виде некой специальной резолюции Совета Безопасности ООН. То есть, соглашение вот оно. Давайте подумаем, как мы его запишем, какие поставим печати. Вчера американские газеты сделали вброс. Это оказался вброс о том, что Россия якобы обратилась за военной помощью в Китай. Для чего этот вброс понадобился, ну, я думаю, понятно. Для того, чтобы Китай эту информацию опроверг, и тем самым на будущее закрыл бы России возможность за вот этой самой военной помощью обратиться. Вчера же вечером, не все его заметили, но состоялся еще один очень важный, по-моему, даже гораздо более важный, по всей видимости, вброс. Канал CNBC, это такой американский канал, который рассчитан в основном на инвесторов. Его аудиторию называют самой богатой в Соединенных Штатах. Так вот, этот канал сообщил, что Соединенные Штаты готовы, вот я даже процитирую, ввести полный эмбарго на торговлю с Россией и перекрыть стране доступ к международным морским путям. Скорее всего, это тоже вброс. Скорее всего, это еще один способ донести до России некую угрозу. Но смотрите, какую угрозу. По сути, речь идет о том, что Штаты готовы объявить России торговую и морскую блокаду. А это, извините, война. Это даже не объявление войны, это сама война. Половина наполеоновских войн, по большому счету, вторжение Наполеона в Россию в свое время. И Бородинское сражение, это лишь реакция на то, что Наполеон объявлял блокаду Англии. Очень серьезное предупреждение, очень весомое. Сегодня стало известно, что помощник президента США по нацбезопасности Салливан потребовал от Москвы возможность провести телефонные переговоры с нашим уже российским руководителем, как он там правильно называется, Совета Безопасности, секретарем Совета Безопасности России Патрушевым. Здесь мы угрожаем, здесь мы разговариваем. Механика понятна, мы на грани чего-то решающего. Ну и наконец, вот прямо сейчас по железной дороге из Польши в Украину, может быть даже уже подъезжают, едут в Киев целые премьер-министры Польши, Чехи и Словении. Под их визит на завтра в Киеве на весь день уже введен комендантский час. То есть завтра на улицы киевлянам выходить нельзя, очевидно, для чего это делается, чтобы хоть как-то гарантировать безопасность вот таким высоким гостям. Надо сказать, что однажды подобный визит высоких европейских руководителей, руководителей стран, в страну, на которую напала Россия, уже был. 13 августа 2008 года президенты Польши, Латвии, Литвии, Эстонии и Украины прилетели в Тбилиси и выступили на митинги. Это был пятый день пятидневной российско-грузинской войны 2008 года. Она и оказалась-то, собственно говоря, пятидневной, потому что вот они прилетели. Нет, войну, наверное, тогда остановили не эти лидеры. Там много чего было. Там также было огромное давление со стороны штатов. Там были угрозы. Американский флот в этот момент входил в Черное море. Но, в принципе, последний штрих, последняя точка была поставлена вот этим европейским визитом. То есть, когда в Тбилиси прилетели президенты сразу нескольких европейских стран, у Медведева, который тогда формально числился президентом России, появилась возможность, сохраняя лицо, согласиться на некое перемирие. И вот сейчас мы вновь имеем в воюющей с Россией страной визит европейских лидеров. Ну вот и скажите мне, если вот это все не признаки того, что готовится некое серьезное переломное решение, то что это? Причем состояться такое решение должно в ближайшие дни, может быть, даже в ближайшие часы. Потому что Соединенные Штаты и Евросоюз следом за Соединенными Штатами давление на Россию просто форсируют до крайней возможности. В таком положении ситуация долго балансировать не может. Дальше надо или договариваться разряжать обстановку, или война выходит на новый уровень. Заставили Китай отказать России в военной помощи. Европа готова сегодня рисковать своими премьер-министрами, отправляя их в полуокруженный Киев. Не просто это все. И даже вчерашняя акция, когда Марина Овсянникова на Первом канале в программе «Время» вышла с этим плакатом, не представляется уже исключительно персональной ее акцией. А что если это часть некой большой стратегии? Стратегии по принуждению России к миру. И вот если бы мы ограничились сейчас перечислением только вот этих фактов, то вывод из них был бы один. Да, прямо сейчас готовится какое-то значительное решение, изменение в этой ситуации. И скорее всего это будет в какой-то форме заключенное перемирие между Россией и Украиной. В какой-то форме кажется окончание горячей фазы войны. Но. Но к сожалению это не единственные факты. К сожалению есть и другие пазлы, которые при добавлении к предыдущим формируют совершенно иную картину. Это точка У. Вчера в небе над Донецком. Сама ли она взорвалась, сбили ли ее, не важно. Важно то, что более 20 погибших и полная неопределенность, а что это было. Причем даже не важно, кто конкретно запустил эту точку У, украинская сторона или российская. Ощущение того, что мы имеем дело с провокацией никуда не исчезает. И объяснений, а что это за провокация была, в общем-то совсем немного. Вариант один. Это была акция по принуждению Владимира Путина к продолжению войны. Вот есть наверняка в российской власти некая партия войны, тех кто топил, голосовал за эту войну. И вот таким образом они решают Путина или тех, кто еще принимает решение, возможности думать о мире. Ну как можно, смотрите, что творят нацисты. Среди бела дня убивают граждан независимого Донецка. Путина заставляют не трусить, не бояться. Добиваются, чтобы он не сморгнул и продолжил войну. Это вариант номер один. Вариант номер два. Точка у вчера в небе над Донецком, это акция уже самого Владимира Путина. Акция Владимира Путина по подавлению, скажем так, по подавлению партии перемирия. По всей видимости, слишком много в российской власти, в российской элите оказалось тех, которые на третью неделю войны считают, что ну как-то вот война, наверное, уже и выполнила свои задачи, добилась своих целей. И надо бы как-то вот уже сворачиваться. Так нет. Фигушки вам, сообщил им вчера с помощью точки У, Владимир Путин. Война будет продолжена. Ну и что в итоге из всего этого вытекает? Что будет, к чему готовиться? Ну давайте так. Если точка У вчера в небе над Донецком не сработала, если провокация не удалась, или если это не была провокация, ну может быть в самом деле она нечаянно улетела и сбили ее в самом деле, то скорее всего нас может ждать новый Минск. Минск-3. То есть какой-то очередной договор, в котором Украина примет на себя какие-то очередные обязательства. Ситуация тогда будет развиваться, видимо, в духе того, как она развивалась в 2008 году в Грузии. Острая военная, непосредственно военная фаза войны в основном прекратится. Какие-то войска уйдут, какие-то останутся. Большую часть территории, видимо, освободят, но не всю. А в целом, конечно, весь этот конфликт просто отложат на энное количество лет. Он не рассосется, он никуда не денется. Но прямо сейчас в Украине станут меньше стрелять, а в России станет меньше санкций. Ну вряд ли, прямо вот сразу отменят то, что уже ввели. И просто не будут вводить новое. Но это повторю. В том случае, если точка У в Донецке вчера не сработала. А если точка У сработала, если послание о том, что завершать войну нельзя, дошло до отрицата, то нас ждет третья чеченская. По опыту первых двух мы знаем, как это будет выглядеть. Штурм городов и никакого сожаления по поводу любых жертв мирного населения. Впрочем, проблема заключается в том, что в нынешней ситуации чеченской войной мир ограничиться не сможет. Потому что и Россия максимально подняла ставки, но и Запад, Америка и Евросоюз максимально подняли ставки. Все карты уже выложены, все угрозы уже произнесены, запрещено России практически все, что только можно запретить. А если все запрещено, то и все разрешено. Вы, конечно, знаете эту знаменитую историю, как Путин однажды в каком-то интервью рассказывал, что нельзя загонять крысу в угол. Но вот он сейчас, в шаге от того, чтобы оказаться в роли этой загнанной в угол крысы. У него еще есть маленький шанс из этого угла выскочить. Но если точка У вчера сработала, то он будет защищаться любым образом. Учитывая количество угроз, которые Россия, Путин, Кремль получили от Штатов и от Европы, мы вполне можем увидеть перетекание Третьей Чеченской в Третью Мировую. Ждать, думаю, осталось недолго. Информацию сработало или нет, это точка У. Будет у нас к Минск 3, или у нас будет Чечня 3, а следом Вторая Мировая 3. Я думаю, мы сутки, двое, ну максимум несколько дней, мы что-то об этом узнаем. К сожалению, пока не просматривается. Я вот даже не стал его обозначать. Здесь четвертый вариант разрешения этого конфликта. На мой взгляд, самый лучший и наименее кровопролитный. Это вариант быстрой, решительной, очевидной военной победы Украины. Вот это было бы решение. Ну, увы. На этом прощаюсь. Прежде напомню, обязательно подпишитесь на этот канал. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал, если вы смотрите с компьютера. Достаточно просто навести сейчас на экран камеру своего телефона. Ну, либо есть ссылочка на телеграм-канал в описании. Ждем новостей. Россия будет свободна, Украина выстоит. Я Алексей Романов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова